Привет, мои хорошие! С вами Селена Свэй, и сегодня видео по запросу. Пишет нам Милки. Она спрашивает, вы можете снять видео, когда можно доверять парню, а когда нет? Какие поступки это показывают? Очень благодарна, если сделаете такое видео. Конечно, это очень интересный вопрос, когда можно доверять, когда нельзя доверять. Для меня это уже достаточно простой вопрос, хотя было раньше сложно, потому что тоже я не понимала, когда доверять, когда не доверять. Самая моя большая ошибка в жизни была, когда я... Первое, что мы, когда мы не знаем опыта какого-то, у нас нет граблей, на которые мы наступали. Конечно же, мы верим. Мы, как, знаете, есть такое место, где, говорят, голуби вообще не боятся людей. То есть приходишь туда, а они ходят, они не улетают, их можно взять на руки, они сидят на руках и едят с рук, потому что у них просто нет опыта такого. Чтобы бояться, их никто никогда не обижал. А когда ты уже появляется, у тебя опыт, ты уже начинаешь понимать, что предшествует тому, чтобы тебя обидели, да? Например, голуби, только появился человек, они уже напряглись, потому что... И уже улетают. Что-то происходит, шорохи, и всё, они уже улетают, потому что это предвестники какого-то несчастья и боли. Когда мы не знаем горя, мы, конечно же, доверяем сначала людям, потом мы обжигаемся, нас обижают, и из-за этого появляется опыт. Мы уже начинаем понимать, кому стоит доверять, кому не стоит доверять. На сегодняшний день это достаточно просто, я могу это сказать. Во-первых, мужчина открыт. Мы, как все нормальные люди, всё видим, да? Допустим, это мужчина и девушка одинаково ко всем, да? То есть мы всё видим, да? То есть мы понимаем, что такое книга открытая, и что такое книга закрытая, да? То есть открытая книга, мы захотели что-то узнать, мы взяли и прочитали, нам стало ясно. Закрытая книга — это когда книга закрытая, мы хотим что-то прочитать, мы хотим что-то понять, что-то нам непонятное, и мы никак не можем её открыть, она не открывается, да? То есть как бы здесь... И тебе говорят, а там, в этой книге, на самом деле, вот это, вот это и вот это. И как? Мы же не знаем, никак не можем, да, понять и проверить это. Поэтому я привыкла доверять вещам и людям, которых можно проверить. Я не очень люблю загадки, хотя эти загадки бывают, ну, бывают интересные загадки, а не когда на уровне таком примитивненьком, лёгеньком, конечно, это всё прикольно и легко, потому что ты понимаешь, что это всё легко. А когда идут какие-то глобальные такие вещи, да, то здесь уже... Вообще, у меня есть видео на канале о том, чего нельзя позволять мужчинам. И вот как раз-таки эти вещи точно говорят, что доверять здесь нельзя, вы можете посмотреть. Вообще, мужчине, которому можно доверять, он с самого начала очень открыт для вас. Но опять же, если очень сильно здесь вот... Очень нужно быть осторожнее, потому что бывают люди такие настолько открытые, настолько открытые, что появляется само собой недоверие. Потому что очень часто хитрые люди именно этим завоёвывают ваше доверие, а потом очень сильно его подрывают и обижают вас. Поэтому всё должно быть в меру, да, то есть всё должно быть, знаете, как ненарочито, да. Если человек прям вот такой вот, открытая душа, всё доверяет, а мы это, 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 он тоже можно немножечко насторожиться. Всё должно быть спокойно, всё должно быть размеренно и не всё сразу, да. Человек потихоньку раскрывается с каждой ситуацией. Происходит какая-то ситуация. В этой ситуации, допустим, вы хотите что-то выяснить, вы с человеком разговариваете, вы видите, что он достаточно открытый и ясный, даёт вам понять, вы переживаете, хотите какие-то подробности, да, вы просите о чём-то. Если человек вас любит, уважает, он, конечно, вам очень мягко, аккуратно доносит, вам что-то, да, показывает и делает всё так, что вопросов у вас больше нет. Если вы чувствуете, что у вас остались вопросы, что где-то что-то непонятно, вы это всё выясняете, да, и пока у вас не останется вопросов, то есть вот так происходит доверие, так завоёвывается доверие, и оно не просто вот так вот берётся, просто с воздуха встретились вы с людьми и всё. Мы уже настолько научены, и мы живём в таком мире, где доверять никому нельзя, в принципе. И доверие, оно действительно завоёвывается, я считаю, что это так. Вот встретились два человека, которых друг друга не знают, но у каждого есть свой какой-то опыт, даже если маленький человек, он уже понимает, что что-то там нельзя где-то кому-то доверять, да. И также мамы детей учат с детства, что там не подходи к незнакомым дядам и так далее. То есть у нас всё это идёт с детства. И обычно, когда встречаются два человека, они априори друг другу не доверяют. Кто ты? Я тебя не знаю. Нам нужно раскрыться, нам нужно подружиться, нам нужно вызвать друг другу доверие. И доверяешь ли ты или не доверяешь ты человеку, я считаю, что зависит полностью от другого человека. То есть моё доверие зависит от поступков, слов и действий другого человека. А доверяет ли он мне или нет, это зависит уже от меня. И если мне кто-то не доверяет, то что-то я делаю не так. Если я кому-то не доверяю, то что-то делает он не так. То есть это моё такое убеждение. Поэтому не должно оставаться никаких вопросов. Должна быть полная внутри ясность. Особенно если у вас проблемы с таким доверием, то человек должен конкретно давать вам понять, что вы можете ему доверять. Просто он должен быть как открытая книга. Если вы уже начали говорить вообще о доверии и задали такой мне вопрос, я уже подозреваю, что есть какие-то вещи, которые вызывают у вас эти вопросы. Если этот вопрос не был создан из прошлого или на будущее, например. Хотя даже на будущее наверняка есть же какие-то причины задавать такой вопрос. Но если это сиюминутно, то есть вы засомневались, это уже звоночек. Это значит, что-то вам непонятно. Я бы спросила, почему вы сомневаетесь? Доверять или нет? Что за сомнение? Почему такой вопрос вообще возник в голове? Значит, какая-то ситуация происходит, вам не хватает ясности, появляются какие-то мысли. А всё это благодаря поступкам другого человека. Я считаю, что доверять можно тем людям, тем ситуациям, где полная прозрачность и полная ясность. Если это люди с самого начала показывают и делают, то я туда иду. Если это стыкуется с моим внутренним каким-то миром, с моим мнением, мировоззрением, с моими какими-то убеждениями, то да, я иду с этим человеком, и всё нормально, всё хорошо, читаю какие-то книги, если я в них вижу логику, то есть вот ясность, логичность, вот такие вещи. Если это присутствует, то нет, в принципе, поводов не доверять, да? А если есть какая-то антилогичность, если есть какие-то тёмные углы, то само собой доверие как-то пропадает, и это нормально. В общем, так бы я, наверное, ответила на этот вопрос. Ясность рулит. Надеюсь, я на него ответила, и вам стало что-то яснее. Если нет, то задавайте вопросы в комментариях, уточняйте какие-то моменты, я обязательно отвечу. А с вами была я, Селина Све, и мы увидимся с вами в следующем видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok